Привет, сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых сумасшедших жертв ферзя в партию в пулю, сыгранную между Магнусом Карлсоном и анонимным гроссмейстером Ватник с рейтингом 3000. И не нужно думать, что партию в пулю даже не стоит смотреть, ведь иногда они бывают гораздо увлекательнее и зрелищнее, чем обычные серьезные партии. Итак, у Магнуса Карлсона белый цвет и он ходит Е4, захватывая пешкой центр. Д6 отвечает Ватнику так скромно. Конь С3, Магнус развивает своего ферзевого коня. Ж6, идея черных вывести своего слона на большую черную диагональ и контролировать черные поля. Д4, раз черный никак не реагирует в центре, Магнус его занимает. Слон Ж7 и Аш4, ранний предвестник того, что в этой партии будет все очень весело. Конь Ф6, черный подготавливается к рокировке. Слон Э3, Магнус развивает своего чернопольного слона. Его планы не входит рокировка в короткую сторону, в ту же сторону, что его противник. Он хочет пойти в Ферзь Д2 и уйти в длинную сторону с атакой на королевском фланге. Конь С6, черные развиваются. И Ф3, укрепляя свой пешечный центр, а также в дальнейшем планируя задвинуть Ж4, а потом и Аш5. Е5 от черных, они ударяют по центру. Но Конь Е2, Магнус спокойно продолжает развитие, пока не показывая своих планов. Рокировка, черные ничего не боятся и уходят в короткую сторону. Магнус приступает к своему плану, Ферзь Д2. В будущем он сможет разменять чернопольного слона, черных, который защищает своего короля. И Д5, черный понимает, что сейчас Магнус просто уйдет и начнет надвигать им на королевском фланге, поэтому они ударяют по центру, пока черный король находится еще в центре нерокированным. Король Магнуса улетает влево, выводя свою ладью на линию Д. Черный забирает на Е4, получая контр-игру в центре. И Магнус задвигает Д5, нападая на коня черных. Черным здесь стоило проверить, посчитал ли все Магнус, и взять пешкой на Ф3. И после размена пешек у черных получается довольно хорошая игровая позиция с лишней пешкой. Но ватник поверил супермозгу своего соперника и пошел конь А5 с идеей поставить коня на С4 и объявить такую вилочку неприятную на Ферзя и чернопольного слона белых. Магнус это замечает, ходит конь Ж3. Теперь слон СФ1 держит поле на С4 и конь на А5 немножко вне игры. Черные забирают на Ф3, Магнус забирает пешкой. С6, черные начинают цепляться к пешке на Д5. Но когда Магнус останавливали какие-то жертвы, он ходит А5. И его идея добраться до черного короля. Черные забирают пешку на Д5 и получают отличный пешечный центр. Магнус продолжает свой план, связывает коня на Ф6. Черные ходят Д4, тем самым ослабляя поле на Е4. И этим, естественно, Магнус пользуется, ходя конь СЕ4, усиливая давление на коня на Ф6. Черные понимают, пахнет жареным и начинают менять фигуры. Здесь, беря конем на Е4 и предлагая белым размен ферзей. Магнусу размен ферзей не нужен и он забирает конем на Е4, подкрепляя своего слона на Ж5. Ферзь черных атакован. Ф6 ходят черные, перекрывая своего ферзя и нападая на слона на Ж5. Магнус забирает пешку на Ж6, жертвуя своего слона на Ж5. Черные забирают. И здесь белым нужно понять, как им продолжать свою яростную атаку. Иначе у черных останется просто лишняя фигура. После хода Ж, черные просто уходят на А8. И пешка на А7 является ничем иным, как защитой для черного короля. Так как белые фигуры просто не могут ее съесть. И здесь Магнус Подумов находит решительное действие. Ферзь бьет А5, просто отдавая своего ферзя за коня соперника. Черные забирают на А5. И что мы видим? У черных просто лишний ферзь. У белых две легкие фигуры, у черных две легкие фигуры и по две ладьи с каждой стороны. Но чемпиона мира это не останавливает. Он ходит слон С4, шах. На отход короля на А8 следует мат в один ход. Поэтому черным единственный ход это закрыться ладьей. И после взятия пешкой король отходит на Ф8. А теперь и белый конь вступает в атаку. Конь Ж5 с угрозой взятия пешки на А7. Слон Ф5. Ватник защищает пешку на А7 и выводит своего слона. Также открывая ладью для защиты короля. Ладья ДЖ1. Магнус подводит свою неактивную ладью на Д1, которая упиралась в пешке соперника. На открытую вертикаль. Ладья С8. Ладья черных входит в бой. И магнус защищает своего слона. Слон Б3. Д3. Теперь и черные начинают добираться до короля белых. Но где наша не пропадала. Магнус забирает конем на А7 с шахом. Черные забирают. И ладья А7. Теперь угрожает взятие слона на Ж7 ладьей. Черные находят удар ладья С2. Здесь у белых два выбора. Либо отойти королем, либо взять эту ладью. Но после взятия ладьи у белых остается всего лишь две фигуры. И пешка на Ф7 падает. Поэтому магнус решает сохранить свои силы. Король Б1. Слон-то на Ж7 у черных висит. И что же им делать? И ватник поднимает вот такой ход ладья Ж2. Казалось бы отдача ладьи. Но он защищает своего слона на Ж7. Перекрывая действия ладьи Ж1. На взятие последовал бы вот такой мат в два хода. Все, здесь белый король пойман. Поэтому магнус не берет эту ладью. А играет ладья С1. С идеей отправить ладейку на восьмой ряд черных. Прямо в тыл врага. Ферз Д8. Поэтому черные берут под контроль все поля вторжения. А теперь ладья Х1. Вот так магнус раскачивает лодку. Сначала ладья пошла на С1. Теперь еще и на Х1. Угрожает страшнейший ход ладья Х8 с дальнейшим выигрышем ферзя и проведением пешки Ф ферзи. Но черные это зевают. Они ходят Д2, полностью игнорируя грозу ладья Х8. Ладья Х8. Слон бьет Х8. И после ладья Х8 король Е7. И белые забирают ферзя черных. Одновременно защищая поля на Д1. Черным нельзя забирать эту ладью. Так как в таком случае белые проведут своего ферзя. И черные получат здесь быстро мат. Поэтому черные используют свою последнюю надежду. Ладья Ж1. Шах. С идеей провести ферзя. Но здесь у белых находится легчайший ход. Король С2. И теперь король контролирует поля на Д1. И ладья. Поэтому ферзь здесь у черных не пройдет. И после ладья С1 шах. Король просто забирает пешку на Д2. Черные в этой позиции сдались. У них висит ладья. А следующим ходом белые уже проводят ферзя с дальнейшим матом в пару ходов. Вот так чемпион мира безвозмездно отдал своего ферзя практически в самом начале партии. У черных после взятия был лишний ферзь. Но чемпион мира все равно победил. Если вам нравятся обзоры самых интересных партий, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Также присылайте те партии, которые вы бы хотели увидеть в разборе. Спасибо за просмотр и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok